Во время празднования Рождества в 150 храмах и соборах области ожидается около 70 тысяч запорожцев. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД. Охранять порядок в празднике будут почти полторы тысячи милиционеров и военных. Тем не менее, мошенники тоже не отдыхают в рождественские праздники. Не посаиваются ли впускать в свой дом каледующих горожане, узнавали наши корреспонденты. Сегодня завершается строгий рождественский пост и начинается празднество, гуляние и потехи. Одна из древних славянских традиций – калядки, то есть обрядовые песни, с которыми обходились дома. Калядовали в основном молодые люди и дети. Это было своеобразное развлечение молодежи в те далекие дни. Активно калядуют и сегодня, только не всем открывают двери. Сейчас столько всего по телевидению рассказывают после посещения этих калядников. Опасно. Мы же малышей обидим, если открывать не будем. Правда, мы будем просить, чтобы они зерно не бросали в квартиру, потому что для нас, особенно стариков, много уборки. Это надо трусить, все, понимаешь, и все такое. Мы будем просить, чтобы они песню божественную спели и на том, где угонятся. Конечно, будем. Если, правда, не в три часа ночи, то будем открывать. А как же? Ну, а как же? Детки приходят обязательно. Обязательно. Мы в частном доме живем, но очень много детей хватит. Благодарить калядующих запорожцы будут по-разному. Так что в любом случае дети без подарков не останутся. Смотря как калядуют, если хорошо, то финансовая денежка. А если нет, тогда уже будет конфетами. Конфеты, фрукты, деньги, в конце концов. Субтитры создавал DimaTorzok